Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. С тех пор, как объявили о замене ветки развития Хабаровска дельным, прошло довольно много времени ожиданий. И вот, наконец-то, мы можем оценить плод всей этой движухи. Эсминит дельный, который теперь можно просто выкачать. Но стоит ли тратить на это свое время? Дело в том, что в нарушении традиций последнего времени, когда десятки выходят довольно интересными и порой даже несколько переапанными, а потом некоторые из них даже поднерфливают, как, например, только из недавних Шлиффен и Нахимов. С дельным поступили иначе, выпустив его в таком виде, что как бы скоро апать не пришлось. И это вызывает реальное, неподдельное удивление. Несмотря на то, что я ранее уже выпускал обзоры ТТХ дельного, но все равно до последнего надеялся, что в сухих цифрах ТТХ не рассмотрел какую-то изюминку, которая проявится на практике и что эсминец окажется все-таки хотя бы неплохим, но увы. Хотя парадокс в том, что поиграв на дельном, я разумом понимаю, что это кактус, но душа противится такому наименованию, так как все-таки играется он достаточно интересно и эффективно. Все дело в том, что дельный представляет собой по сути лишь чуть улучшенный Ташкент. Причем улучшения настолько незначительные, а некоторые таки вовсе спорные. Например, еще не факт, что в случае с этим кораблем возросшая дальность хода торпед лучше ухудшения скорости их перезарядки. Но в целом дельный воспринимается фактически как девятка Ташкент на десятом уровне. Если же сравнивать с десятками, такими как, например, Хабаровск или Грозовой, то дельный ощутимо хуже как по эффективности, так и по интересу. Так у Хабаровска гораздо выше ДПМ и лучше бронирование, длиннее полоска. А у Грозового, опять же, выше ДПМ, гораздо лучше маскировка и лучше набор расходников. В частности, есть одновременно и дымы и хилка, да и заградка лишней не будет. Короче говоря, нет никакого смысла сравнивать по сути девятку дельного с этими десятками. При этом хочу отметить, что лично мне очень нравится Ташкент. Я считаю его мощнейшим эсминцем девятого уровня. Но вот только статистика у него домная, то есть в большинстве своем игроки в такой корабль не могут. Как я уже объяснял в недавнем обзоре Ташкента, большинство просто не понимает, как на нем играть. И можно только представить, какой станет статистика дельного, который имеет фактически такой же ДПМ, как девятка Ташкент, чуть получше бронирование, чуть больше боеспособность, более дальнобойные торпеды и дальность стрельбы ГК в полной прокачке 15,8. Но если во время боя на дельном выбросить из головы все сравнения с Грозовым, Хабаровском и Ташкентом, а просто играть, то вот лично на мой взгляд корабль играется интересно и динамично. Может просто потому, что мне нравится Ташкент. Поэтому, на мой взгляд, прокачать дельного стоит, например, для коллекции. Или если вам тоже очень нравится Ташкент и вы хотите попробовать его чуть улучшенную версию. Правда, будьте готовы к тому, что Ташкент все-таки из-за своего девятого уровня играется комфортнее и на бой влияет больше, чем дельный на десятом. Обычно каждая десятка имеет перед своей девяткой какое-то серьезное преимущество, которое позволяет ей эффективно играть на десятом уровне. Чего уж тут скрывать. Многие девятки в игре словно специально были созданы для того, чтобы их захотелось как можно скорее пройти и получить наконец десятку. Поэтому многие девятки у нас слабоваты. Но зато десятка получает какое-то резкое преимущество. У дельного такого преимущества нет. Это именно девятка, лишь чуть-чуть улучшенная. Поэтому если вы страдаете на Ташкенте, то на дельном будете страдать еще сильнее. Если же вы не фанат-коллекционер, не тонкий ценитель Ташкента, тогда, на мой взгляд, интереснее выкачать Грозового. Ну а если у вас уже есть и Грозовой, и тем более Хабаровск, то смысла в дельном как бы и нет вообще. Ну разве что снежинок на Новый год позбивать. Хотя у меня еще теплится надежда, что корабль после сбора статистики чуть апнут. Главное только, чтобы этот сбор не затянулся на годы. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджедай. 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 Двигатель в штатном режиме. Двигатель выведен из строя. Неполадки устранены. Двигатель в штатном режиме. Двигатель в штатном режиме. Двигатель в штатном режиме. Активирована функция усиления грибцов. 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 Субтитры подогнал «Симон»